Преподобный святой Арсений Великий Горы – это особая любовь пустынников и монахов. Здесь исчезает чувство времени. Чем выше в горы, тем глубже ощущает душа дыхания вечности. Кажется, что покрытые снегами вершины гор разрывают покров времени и смотрят на землю из мира вечного, из царства безмолвия. Сколько безымянных отшельников нашли свою смерть в горах Кавказа. Их тела покрыты, как саваном снегами. Их память хранит молчание гор. И небеса возвещают славу Божию, а задумчивые горы внемлют их речам. В наших местах нет таких роскошных растений, ярких цветов и величия гор. Но все заменяют подобные радуги, прозрачные краски неба. Солнце освещает, демонстрирует глазу прекрасные картины природы. И невозможно разделить, что выше, что ниже, что красивее. Есть особая нежность и задаемая печаль нашей природы в беспредельных лесах, полноводных реках, озерах и безбрежных полях. Сын Божий, Сухи Христия, помилуй меня грешно. Сын Божий, Сухи Христия, помилуй меня грешно. Монах, он странник на земле и в одиночестве находит свой покой. Здесь, на практике, я постигаю тайны безмолвия. Это уникальное место для меня. Здесь можно ощутить божественный замысел намного сильнее, чем в горах, где отвлекают красоты из обилия природы. Бог внутри тебя и повсюду вокруг тебя, ни в зданиях, ни в камне и дерево. Раскали кусок дерева, и я там. Поднимите камень, и ты найдешь меня. Монахом становится тот, кто почувствовал, что все в жизни – суета. Кто захотел вырваться из плена и обрести Бога. Монах на греческом языке означает «одинокоживущий». В полном смысле монашество и есть нечто одинокое по отношению к миру. Но с Богом не бываешь в одиночестве. Сыне Божий, Иисусе Христе, помилуй меня. 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 Сын Божий, Иисусе Христе, помилуй меня. Сыне Божий, Иисусе Христе, помилуй меня. Монах, да, знаю. Он там живет у нас. Сам-то у него ни разу не был. Друг у него тут есть. Так что, если лучше он с другом. Есть у нас монах, есть, живет. Молчаливый. Видим, редко так. Здрасте ему по-разному. Ну, не говорит. Не общаемся. Про монаха у нас есть. Дени ноги молятся Богу. А монаха, это что, на хуторе, что ли, живет? Про его? А, не знаю даже. Молчит, да молчит все. Я вроде к нему часто так захожу, а он, не знаю, поговорить это. Не знаю, монах как монах, только молчит вот все время. Существует мнение, что к вере в Бога приходят неудачники, люди со сломанной судьбой, не способные самостоятельно чего-то добиться в жизни. Люди, которым вера служит, чем-то вроде костыля, на которые можно опереться, чтобы не упасть. Святой Антоний Великий сказал, «Если бы люди знали, какие скорби и ужасы ждут любого монаха, ни один человек не мог бы решиться на этот путь. Но если бы люди могли знать, какие утешения и какую радость обретает человек на монашеском пути, никто бы не оставался в миру. Люди духовно слепые повторяют. Кто уединяется и молится, тот живет для себя. Они говорят так, потому что они сами плоть и понимают добро и зло плотские. О небесном помышляйте, не о земном. Отец наш небесный дал нам совет. Устройте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу. Монашество – путь особый, скорее исключение, чем правило. Великое благо есть веровать во Христа, потому что без веры во Христа никому невозможно спастись. Но надо бы научиться слову истины и познать его. Благо есть научиться слову истины и знать его необходимо. Но надо бы и крещение принять во имя Святой и Живоначальной Троицы для оживления души. Благо есть крещение принять, и через него новую жизнь духовную. Но надо бы, чтобы чувством ощущена была сия таинственная жизнь или умная в духе просвещение. Одна из главных заповедей монашества – вечная молитва. Всегда в сердце иметь Иисусову молитву. Ее потеря – гибель для монаха. Есть великое оружие на вражьи помыслы. Это и есть настоящий духовный меч – Иисусова молитва. Произносится она так. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это полное содержание молитвы. Когда же ум устает, то можно сократить. «Иисусе Христе, помилуй меня». Молитву надо произносить неспешно, заключая ум в ее слова. То есть приковываться вниманием к каждому слову и стараться не рассеиваться. Если же ум отличается, то опять спокойно вернуть его к словам молитвы и продолжать с верой. При этом надо иметь покаянное расположение духа. «Пред Богом за нехорошие мысли и нехорошие душевные чувства, осознавая, к кому мы молимся. И что бесконечный, невидимый Бог присутствует здесь, как и везде. Слышит не только каждое наше слово. Но от него невозможно укрыть и малейшее движение ума, и чувство сердечное. Ибо Он Святым Духом все проницает, все содержит, все животворит. Богу верят это. Многие верят. Многие не верят. Многие смеются над этим. Это не игрушка, которым так. Я много раз задумывался над этим, но я стряков понимаю, они прошли это все. А мы сейчас молодежь, кто на показуху, кто откровенно, не поймешь сейчас людей. Чем Бога надрывать-то? Он сам по себе, надо так, он и поможет. А попроси, поможет, что надо. Он дает человеку силу, он ничего не дает. Говорит, вот ты верь, и все будет хорошо. Чтобы все верят в Бога, Бог тебе поможет. А он ничего не помогает. Только Бог тебе создает, Бог. Чтобы ты верил, чтобы ты верил. Всем этим давать, как его людям, добро, только добро. Ника, хоть кто тебя это оплошает, а ты наоборот. Говори, люблю вас и все. Только добро делаю. Вот это правда. Это правда. Да ладно тебе. Да ладно тебе. Ладно, молчу. В наше время многие люди считают временем возрождения религии. Открываются монастыри, возобновляются и строятся храмы. Стала доступна и духовная литература. Материализм потеснился, дав место и для других концепций. В Новом Завете написано, как Иисус Христос изгнал бичон торговцев из храма. Он запретил торговать внутри святилища, назвав храм домом молитвы. А храмовая молитва особенная, по своей силе она коллективная. И дьявол возводит искушение на человека во время храмовой молитвы, чтобы похитить у него драгоценное время, когда он может получить прощение своих грехов. Молитва подобна пламени, достигающему неба. Все слова живые. И первым словом было слово Иегова. Имя Творца и Спасителя, и Создателя этого мира. Для молитвы не требуется много глаголения. Отче, Боже, как Ты желаешь и как Ты сам знаешь, помилуй меня. Если же враг возденет в душе греховную брань, он лежит только произносить, Боже, помилуй. Бог знает, что для нас полезно, и сотворит нам милость. Бог знает, что для нас полезно, и сотворит нам милость. Молитва не бывает напрасной, молитва не бывает лишней. Все молитвы услышаны. Если Дух Святой побуждает к молитве, оставьте все ваши занятия и тут же начните молиться. Отец наш направит вашу молитву. Выходит ли наши молитвы за круг наших родных и близких людей? Молимся ли мы о пробуждении в мире, своей стране и городе? Молитва с верою приводит в движение неба. Если есть сильное внутреннее побуждение к молитве, не относитесь к действию Духа Святого безразлично. Молитесь в ту же минуту, потому что кому-то срочно нужно ходатайство, помощь или заступничество. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила, и Слава вовеки. Аминь. Молитва – это невидимый бой с дьяволом. Святой Франциск Асистский молился. Господи, сделай из меня орудие Твоего мира, чтобы туда, где царит ненависть, я внес любовь. Туда, где есть обида, я внес бы прощение. Где наблюдается несогласие, я внес бы союз. Где есть заблуждение, я внес бы истину. Где есть сомнение, я внес бы веру. Где царит безнадежность, я принес бы надежду. Где все лежит во мраке, я принес бы свет. Где обладает печаль, я принес бы радость. О, учитель, да ищу я быть утешенным только для того, чтобы самому научиться утешать других. Да ищу я быть понятым, чтобы самому понимать. Быть любимым, чтобы любить. Ибо только отдавая, получают. Расходу и теряя себя, находят. Прощая других, бывают сами прощены. Умирая, воскресают к новой жизни. Сыне Боже Иисусе Христе, помилуй. А что есть беспокойство? Это как молитва о том, что ты хочешь, чтобы случилось. Мы никогда не победим молитвы, пока не перестанем сопротивляться, не откажемся от своей воли, не прилепимся всем сердцем к Отцу Небесному. Что жалкая человеческая сила может взять из руки всемогущего? Можем ли мы силой добиться благословения от Бога? Перед Богом своеволие человека бессильна, но настойчивая, неотступная вера получает благословение и победу. Не напряжение нашей силы воли помогает нам в борьбе, а смирение и упование, выраженное в словах. Не моя воля, но твоя да будет. Не борьба, а твердое упование на Бога дает нам благословение. Послушание рождает смирение. Смирение – подвижничество. Подвижничество – богословие не только ума, но и сердца. Отец наш великий посылает нам и радости, и испытания, чтобы мы могли смириться. Дьявол же и то, и другое пытается использовать, чтобы мы надмились. При радостях мы можем благодарить Бога как единственный источник нашего благополучия. При испытаниях признавать, что по нашим грехам и для нашей пользы получили мы неприятности. Брак же тайно внушает при скорбях возмущаться и роптать, а при радостях забывать Бога, приписывать в себе достижения и жадно потреблять удовольствие, взращивая свой эгоир. Выбор остается за нами. То ли идти путем святых отцов, путем смирения, то ли идти путем всего остального мира и надмиваться, ожесточаться все более и таким образом увеличивать в себе зло, источник наших болезней душевных и телесных. Но если принимаешь любую судьбу, если уверен, что все всегда к лучшему, если никогда, ни при каких обстоятельствах не осуждаешь Бога и не теряешь веру в то, что все есть промысел Божий, то всегда найдешь правильный путь. Главное – слушать голос сердца, исследовать ему. Значит, воля Божья такова, чтобы мы прошли сквозь все скорбные обстоятельства нашей жизни и воспитали в них верный душевный настрой, приобрели чистоту своих чувств и укрепили свою совесть. До сорока лет я мог бы себя назвать неверующим, но не в том смысле, что я отвергал Бога. Я сомневался в нем. Бог – это не тот, кто входит через разум, но тот, кто выходит из сердца человеческого. Лет в сорок в какой-то день я пережил потрясение осознания, и тогда мне стало страшно. Так страшно, как никогда до этого не было. Во сне и наяву я чувствую страх, от которого вот-вот и по-настоящему на тот свет отправиться недолго. Страх, правда, странный такой. Я боялся не собственного дьявола и не того, что со мной происходило прямо в тот момент. Нет. Страх мне внушали мои собственные слабости и те грехи, которые в жизни сотворил, те испытания, которые не сумел пройти. Я понял тогда, что нет ничего страшнее, чем угодить в преисподнюю. Оттуда выхода нет. Существовать там в душе невозможно, но приходится. Вот где страдания, и причем вечные. И я начал молиться Богу и каяться в своих грехах. Я понимал, что у меня еще есть мгновение, момент истины, когда можно успеть сказать, «Боже, я не всегда жил по Твоим законам, я не прошел многие испытания, я слаб. И прости меня, отче, за то неправедное, что я в своей жизни совершил». Покаяние грешника. Именно это покаяние в какой-то момент переломило ход событий в моем сознании. Страх куда-то делся, я почувствовал силу. Сначала внутри себя, потом пришла внешняя сила. Я осознал, что вся моя жизнь – это гадость. пакость и пустота. И так, разделив детям и кому-то там еще все свои имущества, я ушел в монахи в отставку со всех своих постов. «Не любите мира, не того, что в мире, то любит мир, то нет любви в отче. Ибо все в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Пожалуйста. «Ради Бога! Это же, честь и честь». «Боря так сможет внимательно, и он на это, а тама, ну, голова. Сейчас выйдут. Да-да-да, сейчас выйдут. Петр Алексеев живет в деревне Капланово. Паустина, хозяйство, колхоза нет и совхоза нет. Сейчас есть что, одна поляна и лес. Лес срубили, поля не пахут. Кур нету, и нечем разводить, зерна нету». «Самое главное, скажи, что сюда пришел жить». «Кто?» «Ну, твои эти все». «А зачем мне твои эти, зачем мне обуза нужна еще? Вон, тоже нашел редактор». «Сейчас не видел, опять я виноват. А, с собой». «А че ж ты, Вова?» «Спокойно». «А че ж ты не виноват?» «А я прийду». «Ну, а че, бандюка был, бандюкой им будешь». «Ну, сам не сомневался. Ну, а че ж». «Ах, держать?» «Да вот и держи, хвост пистолетом и будешь». «Апитант». «Все нормально». «А как же?» «Людям помогает все, а тут». «Про это мы вообще…» «За нее слоя дня не было, чтобы не пили». «Просто денег нет и не пьем, деньги есть пьем». «Все правильно». «А для денег и зависит». «Главное уничтожить, тогда завтра в автобусе сюда и сигналит, подъезжает». «Раньше такие колхозы были, все развалили, все, все поля. Был мальчишкой, в 14 лет, вставал в 5 утра со взрослыми, на сенокосы, все поля были. Картошка, лен, и так до сентября месяца, пока не учиться». «День и ночь работали. Кто? Все прекрасно знают, кто. Сами и развалили все. Я никого не хочу, никогда не обвиняю ни правительства, сами во всем виноваты. Никто не хочет работать, все хотят в город, все хотят за длинным рублем, а дома никто, палец, приедут к родителям или к бабушке с дедушкой. Вот, навестили и до свидания на этом. Как старики будут доживать вот этот век? Раньше такая же деревня, вот наверху, все для молодежи, все для молодежи. Сейчас молодежи у нас и нет. живем мы здесь потихоньку. Деревня у нас, не сказать, что маленькая, не сказать большая, так, дружная. Правда, работы не стало, меньше с работы. Все, в основном, город ездит. Ну, пилорамы есть, еще пилорама, вот, работает, тут задействованы маленьких людей. Сам у меня, как бы, я сейчас пока не работаю, ну, так, где, перебиваюсь это туда-сюда. У нас есть тут один монах, но он молчит все, с ним беседуешь только, а что толку? Он даже головой не кивнет, ничего слушает. Иногда думает, что, может, и не слышит. А так, вроде, человек хороший. Да, многое доставляет нам комфорт, сокращает неудобства, но это только удобство для несовершенного тела, такие костыли. А мне достаточно довольствоваться малым, что есть крыша. Бог даст пропитание, а смысл жизни посвятить размышлению об истине и в молитве. Что на самом деле есть истина жизни, истина пути сердца, истина самоотречения и любви, которую ждет от нас Бог. Доброе утро. Можно к вам на беседу зайти? Не знаю, что начать, но хочу побеседовать, прийти вот к вам. не знаю, какие-то у меня все это, мысли да все, не с кем побеседовать. Не знаю, о чем так говорить, но так посидеть, хотя рядом. истина, истина. Истина. Ох, присяду рядом. Здесь. Вот ты на самом хуторе все сидишь, сидишь. Тебе легче можно даже. А у нас тут в деревне дела все. с одной стороны, так хорошо, что это на автобусе до сюда рано вставать. Вот зимой плохо дороги заметают, когда. Ребятишек мало стало, школу закрыли. И нам в город теперь автобусы купили, вот в город возят. Все, неудобства какие-то. А на днях здесь праздник был, молодежь гуляла, кувет, машина залетела, перевернулась. А сезон охоты, так охотники молодые и старые так даже не только пограбили это. Здесь ружья вроде расстреляли, даже лобовое стекло. Не знаю, как вот. Так это горе у людей, а тут еще. Как раз около речки, а там развелась речка у нас сегодня в большой половоде. Мы хоть машину взяли, хоть остатки увезли, куда не знаю. Чай-то хороший у тебя, смотри какой. Вот сидишь, все у тебя тут на хуторе, не знаешь никаких дел, ничего тебе есть, проще может. А все бока отлежал. А у нас в деревне вот ребята то вино попьют, то пиво попьют. Все болтают, дело не дело. А ты все молчишь, да молчишь. Спасибо. Вот ты какой горячий пьешь. Вот посидишь с тобой, вроде жить-то хочется. У нас в деревне так много горя. То ребятишки болеют, то у кого муж запьет или что, все вино это. ох, свином и все беды. А тут на днях так один напился, так на земле сырой спал, спал, так как не простыл-то. Вовремя хоть ребятишки увидели, так подняли, да это, к дому отвезли. Не знаю, наверное, заболеет. Помолился б хоть ты, что ли, за них. Каждый человек с самого начала своей жизни уже несет свой крест. Это и есть его крестный путь. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми свой крест и следуй за мною. святые отцы говорят, что высшее делание на земле это сердечная молитва. Она сила, противостоящая разрушительной демонической силе. Она свет, который озаряет мир. Мир существует, пока существует молитва. Люди не понимают, что такое молитва. Для кого-то монашеская жизнь эгоизм. Между тем монахи несут на себе главную тяжесть борьбы с демоническими силами, о которой не ведают мир. Молитва – это не психотерапия и не самовнушение, как любит это объяснять бездуховный мир, а та удерживающая сила, которая не позволяет демонам сорваться с цепи, то есть сила благодати. Да, один истинный молитвенник может изменить ход человеческой истории. Преподобный Серафим Саровский говорил, монах без Иисусовой молитвы подобен обгоревшей головешке. Многие думают, что те дела, которые они совершают в тайне, их никто не видит и не слышит, никто не узнает об этом. Они ошибаются, но всякое дело Бог приведет на суд. Все дела, слова и поступки записаны у нас в сердцах, о чем свидетельствует наша совесть. Совесть видит все дела наши. Совесть – это внутренняя духовная сила в человеке или проявление Духа в человеке. Совесть – как внутренний закон Божий, голос Божий, присущий всем людям. Права, как всегда, права – это совесть. Ну, как порой тяжело бывает себя слушаться. Какое необходимо сделать над собой усилие, чтобы не заглушить твой короткий, ненавязчивый голос. Голос, который не приказывает, но предлагает, щадя свободу личности в ее выборе. Голос, который, если ослушаться, смиренно замолкает. А если перенебрегать им, и в дальнейшем, то становится все тише и тише. И, наконец, как бы оставляет своего хозяина. Потому что больше не нужна человеку его совесть. Потому что мешает она ему жить. Жить только для себя. Жить в свое удовольствие. Да, такое происходит. От укоренившейся привычки соглашаться со злом. Под злой мысль я определяю не только явно злую, но и всякую лукавую, похотливую, алочную. Также мысль тщеславия, осуждения, зависти, мстительности, презрения. Как только злая мысль проникает ножом, происходит мысленное падение, мысленный грех. Грех совершается не в момент, когда его совершают, а когда возникает в сердце мысль, плотское желание, страсть, гнев, злость. Грех живой, он материален, как вирус проникает в нас и разрушает все. В своем зародыше грех может развиться в бесах, которые вырастают в демона. И демон захватывает власть на человеческой воле. но на случай всякого рода греха, словом, делом, помышлением, вольного и невольного, милостивый создатель нашего Ягова дал нам грешно покаяние. Покаяние – это перемена мысли, это наше движение к Богу. Человек не раб судьбы и способен изменить ход своей жизни, изменив состояние своего духа покаяния и исправлением себя через покаяние. И тогда, вспомнив о своих грехах, осудив себя и искренне покаявшись перед Богом, мы делаем самый главный шаг к изменению своей судьбы. И Бог, приняв наше покаяние, со временем милостиво оборачивает события так, что потерянное воздается десятикратно. И вновь приобретенное напрочь затмевает некогда так ценимое ушедшее, о котором мы еще недавно рыдали всей душой. Душа человека имеет возможность не застывать на месте, не останавливаться, но развиваться, как бы расти, хотя бы сам человек был и преклонного возраста. В любом возрасте душа может изменяться и развиваться. И должна это делать, чтобы к концу земной жизни прийти к своему небесному идеалу. субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok К Богу, вообще к религии отношусь положительно, потому что религия сам элемент воспитания. Ох, для меня такое понятие растяжимое, я люблю философские рассуждения, но и верю в какой-то степени в какие-то не сверхъестественные, но есть вещи, которые иногда так тебя окружают, что начинаешь верить ну, что-то такое, которое необъяснимо. А о Боге что думают? Я не знаю. Так-то вроде верить и не верю, но я и говорю, что нет. Люди верят душой, кто душой, кто телом. Я не знаю, я не знаю никак. Для меня это очень серьезная тема. Бог, Бог делал серьезное, честно говоря, верю, честно говоря, верю. Но точно не знаю. Я всю жизнь Богом, Он и поможет. Я даже в рейсы выезжал, каждый раз у меня в Марине церковь, ну, маленький такой. Я им все говорил, пропусти, Петя, Бог, понял? А оттуда в одночасье говорил спасибо, я все вернул. Вот я когда работал, в церковь, позже и как в Ленинград пойду в церковь, в Псков, в церковь, куда так люди же идут в церковь, ну, я же вожу в церковь, ну, людей же, ну, просят, ну, а я мне что делать, вот иду с монахами, даже, с монашками разговариваю. все нормально, все нормально, все нормально. Я не видел, ну, я это, как это, ну, так-то, это, верю, ну, это, ну, как бы, ну, состояние души, да. Все вот так, и я, да, а это обязательно. Ты находишь Бога в тот самый момент, когда осознаешь, что тебе не нужно искать Бога. Я не называю это обретением Бога, ибо как же ты можешь найти то, чего никогда не терял? Как же ты можешь отыскать жизнь, которой сам и являешься? Мы и есть храм Божий. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в нас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а храм – это вы. Моими наставниками стали и были православные книги, книги святых отцов, в основном аскетические. В первую очередь это святители Игнатий Бринтининов, Феофан Затворник, Иоанн Златоуст и Тихон Задонский. Изучая свято-отеческую аскетику, я и пришел ко всем тем выводам и понятиям, которые я имею сейчас. Зрение своих грехов, видение падения естества человеческого в самом себе, соединенное с покаянием и непрестанным плачем о грехах своих, стремление к истинному удовлетворению своей совести – это и является моим постоянным делом. Через это Бог все и открывает. Это приводит к тому, что человек старается прийти к освобождению совести через покаяние. А покаяние означает заключение с Богом обета чистой совести. О чем помышляем мы весь день? О совести ли? О истине? Что предлагаем своей душе и ближнему? Размышляем ли мы об истине, как дают весь день? Или травим анекдоты? Увлекаемся чтением пустых журналов? Тешимся, развлекаемся? Чем каждую минуту занят наш разум? Чем занимаем душу в каждый момент времени? Время – это творение Бога, которое вытекает из вечности и снова возвращается в нее. Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы над собой. Ценность жизни определяется не числом лет, а тем, что она дает. Решающим является не продолжительность срока, в которой мы живем, а то, насколько полно и хорошо, и честно мы прожили. Эти заповеди, значит, ну, не воруй, значит, не, значит, не, значит, ну, не хулигань, значит, не убей никого, значит, вот, приноси людям пользу, значит, я думаю, что все это, это как моральный кодекс строителя коммунизма. Ну, точно все я не помню, так, частично, не укради, не убей. Такие. В принципе, я считаю, что это правильно. Если человек так каждый бы жил бы, может, мир был бы лучше. Чего ссорить? А это душа человека. Он, как его, душа, ну, совесть, как его, должна черта быть, и, и все. всем этим давать, как его, людям добро, только добро. Я думаю, жить как. Вот. Вот день прошел, и все. На завтрашний день никогда не думаю. Вообще нет. Сестры у меня говорят, сколько там детей, семь, да, у меня. А они все знают. А я, я такой человек, как нейтральный, да. Как бы, нет, не знаю. Ну, не все заповеди, так это, знаю, не все, но, как бы, слышал, какие заповеди есть. Может, и все так. Ну, не уби, не укради, да, вот эти. Не, кстати, я, да, иногда задумываюсь, вот, когда, сейчас я, да, уже старею, скажем, больше и больше. Я не знаю, вот, как мы появились, а куда душа моя потом перенесется. Может, таких, как я, как вы, все остальные. Нас, может, тысячи и тысячи человек на планете. Кто-то, иногда тоже говорили, я, в принципе, этому не верю, кто-то собакой рождается, кто-то землей, кто-то лошадкой, ну, я не знаю, может, мы где-нибудь такие же есть. Просто я не верю, что я умру, и все на этом, и вся моя, все заканчивается. КОНЕЦ Каждого человека волнует один важный вопрос о спасении. Такой вопрос был задан спустившемуся на землю Сыну Божьему, Иисусу Христу. Учитель благий, что сделать мне, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Возможность спастись имеет любой человек на земле, и это не закрыто ни для кого. У Бога нет лицеприятия, Он не выбирает евреев, англичан, русских, немцев, арабов. Нет, в отношениях всех людей Он сказал конкретно, ибо все вы сыны света. И спасение – это явление не механическое, а духовно-нравственное. Неважно, какой ты национальности, какова твоя религия, пусть даже ты стопроцентный атеист, ты никогда нигде не останешься один, если живешь сообразно совести. Все люди одинаково приятны Богу, если соблюдают закон Божий и поступают по совести. Исполненная заповедь единственная творит любовь, что не должно разлучать человека с Богом. Примите заповеди нашего с вами Отца, ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и тогда мы становимся бессмертными. Возлюби и Егову Богу твоего всем сердцем своим и всей душою Твоею и всем разумением Твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Любить – это значит соблюдать закон Божий, его заповеди. Любить кого-то – значит находиться в лодке, которая плывет в вечность. Так Иисус Христос, указав нам на десять заповедей, указал нам единственный путь спасения. Вложите эти законы в свое сознание, и вы станете счастливы, свободны, бессмертны. Божественный Учитель предлагал эти правила, как законы, необходимые каждому для спасения. Он указывал на них, как на средство к совершенству. Единственное средство, которым можно приобрести жизнь вечную. Спасения нет ни во времени, ни в пространстве. Спасение – это не где-то там. Спасение – это здесь и сейчас. И все заповеди его верны, тверды и неизменны навеки и навеки, и основаны на истине. Я Бог Твой, да не будь у Тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Бога Твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы освятить Его. Шесть дней работай и делай всякие дела Твои. А день седьмой – освяти Богу Твоему. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего Твоего. Не желай дома ближнего Твоего. Не желай жены ближнего Твоего. Не раба Его, не рабыни Его, не вала Его, не осла Его. Ничего, что у ближнего Твоего. Почитай отца Твоего и мать Твою. Да проднятся дни Твои на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok